Чаще всего начинающих аквариумистов интересует вопрос, какую рыбу выбрать в магазине? Андрей Витальевич, какую рыбу Вы посоветуете детям для содержания и разведения? Тут нужно исходить из того, какую основную задачу будет выполнять аквариум. Если это аквариум для ребенка, то соответственно здесь говорить о том, что ребенок будет ухаживать за ним, особенно если это ребенок маленький, которому 3-4 года, и он только начинает познавать мир, то единственное, что должен выполнить аквариум, это привлечь его внимание. То есть, следовательно, он должен быть ярким. И рыбы, которые находятся в нем, соответственно, тоже должны быть яркими. Самые неприхотливые, скажем так, и традиционная рыба российских аквариумов, скажем так, это мечносцы и гупешки. То есть, это рыбы, относящиеся к семейству живородящих. То есть, для того, чтобы они воспроизводились, не обязательно создавать какие-то специальные условия. И в то же время, если брать мечносцев, они крупные, и, как правило, там красных, красно-черных цветов. Есть, конечно, желтые и зеленые, но они более тусклые, поэтому таких не рекомендуется для детей. То есть, им надо, чтобы что-то яркое двигалось перед глазами и так далее. Чтобы они могли, когда постучат по стеклу, рыбка подплывет. Это же для ребенка очень интересно. То есть, это как бы игрушка, которая с ним контактирует. Ну, а если говорить о детях более старшего возраста, то есть, старше там уже шести лет, то им данная рыба будет еще интересна тем, что они будут наблюдать весь процесс. То есть, что появился малек, что он растет, он превратился во взрослую рыбу. Ну, как бы, ребенок автоматически будет сопоставлять это со своим ростом, да. Как бы, вот он будет видеть, что, допустим, рыбки едят, да. Он будет понимать, что кушать надо, допустим, да. И уже как-то родители меньше будут, может быть, там, ну, настаивать, там, да, чтобы он поел. Ну, и в то же время нужно учесть самое главное, что выполняет аквариум, контактирующий с ребенком. То есть, он учит ребенка устройству нашего мира, то есть, гармонии, да. То есть, чистоте в грязном аквариуме никогда не будет нормальных условий. То есть, соответственно, ребенок, подрастая, да, участвуя, там, в какой-то степени вместе с родителями в уходе за аквариумом, он будет понимать это и привыкать к этому. И, как бы, человек будет вырастать более развитым, с развитым сознанием, нежели человек, который был лишен, да, допустим, возможности такого общения. А все-таки, какие самые неприхотливые рыбы для содержания и разведения вы посоветуете детям, которые делают первые шаги в аквариумистике? Ну, опять же, я повторюсь, это самая традиционная рыба, допустим, в нашем детстве. Не было такого разнообразия, и оно, как бы, не отвлекало. И, в принципе, основная рыба, которая была у аквариумистов, это были гуппи. Единственное, что, конечно, за последние 20 лет, то есть, мы потеряли все эти популяции. Если в свое время у нас в России была самая сильная селекция гуппий, то на данный момент у нас, я даже не знаю, чтобы кто-то целенаправленно занимался селекцией. Но зато мы знаем, что теперь Германия процветает в плане видов и разнообразий гуппий. Если, допустим, зайти в интернете на немецкий портал, то можно увидеть, насколько они красивы. То есть, в сравнении с нынешними видами гуппий, то есть, даже не он уже не такие красивые рыбы. Но надо учесть, что гуппи – это относительно неприхотливая рыба. То есть, даже если вы там не поменяли воду, как бы, ну, в положенный срок, да, она должна чувствовать себя лучше. Понятно, что там, как сказать, каждый аквариум индивидуальный. Каждые условия, которые там созданы, они тоже индивидуальны. Но если брать в общем, как бы, да, то есть, сравнивать с другими видами рыб, то гуппи, они, во-первых, менее прихотливые. Во-вторых, я еще раз повторюсь, они самовоспроизводятся. И для них не нужны большие аквариумы. Поэтому, если все эти вот составляющие брать, то самая оптимальная рыба яркая, неприхотливая и не требующая огромных аквариумов – это как раз гуппи. Спасибо.